Сидеть, сидеть. Послушная, но редкая на выставках собак порода Ньюфаундленд. Двухлетняя карамелька выступает на таких соревнованиях с трех месяцев. В коллекции собаки десятки медалей с различных чемпионатов России. Похвастаться карамелька может не только своей красотой, но и навыками. В будущем эта четвероногая мисс красоты будет спасать утопающих. Собака регулярно посещает курсы службы спасения на воде. Собака компаньон, она спасатель, очень на человека хорошо настроена, выведена. Без человеческого общения ей тяжело. Веселая, озорная, если видит кого-то людей. О, человек, я тебя люблю, да я к нему поцелую. Вот такой у нас характер. На выставке были представлены не только массивные породы, но и миниатюрные. Среди них китайские хохлаты. У трехмесячной Меган сегодня дебют, а семилетний Вилли уже успел удостоиться очередной награды. Хендлинг-зал, деговая дорожка, плавание. Все как у людей, массаж. Очень игривые собаки, очень. Это просто по всей квартире, они носятся по диванам с игрушками. Не грызут, не пахнут, не линяют, самое главное. В уходе неприхотливые. Чистота зубов, гладкая шерсть и манера поведения. Сегодня члены жюри оценивали в образе собак все до мелочей. Отсюда и усердная подготовка владельцев своих питомцев. Перед выступлением некоторые собаководы даже не подпускали близко четвероногим друзьям любознательных зевак, поскольку это могло отразиться на поведении пса. Например, за агрессию на ринге конкурсантов дисквалифицировали. У нас существует система многоступенчатого отбора. Сначала собаки проходят соревнования в своих классах по возрасту и полураздельно. Потом их сравнивают на лучшего представителя породы. И лучшие представители пород выходят в общее финальное соревнование. Левхен, тибетские терьеры, прямошерстные ретриверы – это одни из самых редких пород на сегодняшних соревнованиях. Часто встречаемые – сибирские хаски, немецкие шпицы и овчарки. Всего же на титул чемпиона красоты претендовали более 500 собак. Однако выиграть удалось лишь нескольким десяткам четвероногих. Помимо нового звания победители получили кубки, корм, рассчитанные на два месяца и приборы для наведения красоты. Снежана Рудометова, Максим Зуйков, Телеканал Эфир.